Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре женские часы коллекции Baby G от Casio. Это спортивная серия. Признаюсь, женские часы редко залетают на обзор, но, понятно, отличается все-таки подход мужчин и женщин к часам в массе своей, конечно же. То есть обычно как понравилось, купили, и не важно там какое стекло, какой механизм и все остальное. Но данный релиз на самом деле вышел очень интересным, как с дизайнерской точки зрения, так и с начинки. Casio в последнее время очень серьезно взялась за идею создания спортивного помощника, как в серии G-Shock есть модели с спортивными, весьма прогрессивными характеристиками, так и вот в коллекции Baby G тоже. Подошли подобным путем. Как видите, наверняка увидели надпись Step Tracker, то есть часы оборудованы шагомером, ну и Bluetooth, то есть они соединяются со смартфоном. Такие в последнее время очень трендовые функции для часов, Casio в самых разных коллекциях. Ну и собственно говоря, так как здесь есть Bluetooth, есть соединение со смартфоном, Casio написал приложение Baby G Connected для того, чтобы соединить данные часы со смартфоном. И давайте наверняка вкратце буквально по приложению. Да, оно называется Baby G Connected, качается из App Store или Google Play. Открываем, зажимаем на часах кнопку Start на 2 секунды, после чего устанавливается соединение. Сразу нас встречает счетчик шагов с подробным календарем достижений. Далее есть продвинутый интервальный секундомер. Во вкладке Мировое время доступен список из 300 городов. В утилитах 5 независимых будильников и ежечасный сигнал. И в настройках из главного это регулировка времени, автоподсветка, настройка домашних положений стрелок, если вдруг сбиваются. Ну и смена летнего и зимнего времени, кому это необходимо. Такой беглый функционал. Да, там есть, конечно, еще моменты с уведомлениями о слабой активности, о карте передвижений владельца этих часов. То есть достаточно широкий спортивный функционал, безусловно, присутствует. Так, ну, коробки и макулатуры, это понятно, все стандартно. По поводу дизайна, давайте прогоним, друзья. Спортивные, конечно, как видите, спортивный характер они несут в себе. Хотя есть сильное отличие от моделей BBG предыдущих коллекций, где достаточно такой вычурный дизайн, как правило, вырви глаз цвета. Здесь же все такое обтекаемое, аккуратное, ничего такого криминального торчащего нет. По габаритам, друзья, это 49,6 по высоте, вернее, 41,4 по ширине и 12,6 их толщина составляет. Но за счет обтекаемых форм, думаю, на изящных женских запястьях они будут смотреться просто превосходно. И вот данный минимализм, который применил Casio, ведет к тому, что часы выступают теперь не только как активный такой спортивный помощник, но еще как казуальный аксессуар. Почему бы и нет? Вполне себе годная вещь для каждодневной носки. По поводу оформления внутреннего циферблота, как видите, тоже достаточно все сдержано. Стрелка минутная и часовая, достаточно широкий, с необритовым люминесцентным составом, в таком бронзовом отливе. Ну, такие же метки, достаточно крупные, безусловно, все считывается. И две ЖК-области. Одна из них, это, как видите, относится к шагомеру. От 0% до достижения цели заполняется соответствующая шкала. Ну, и главная ЖК-область расположилась на 6 часах. Модом можно переключаться по функциям, секундомер, записная книжка, таймер, второй часовой пояс, будильник, 5 будильников независимых, ежечасный сигнал, и заново режим текущего времени. Вот этой кнопкой Reset мы можем переключить такое отображение на шагомер, шагомер, то есть мы можем отслеживать количество шагов. Как видите, сегодня они простучали 315 шагов. Либо на отображение тока секунд. И заново общий вид. По поводу секундомера, он тут действительно продвинутый. Из приложения он идет интервальный, то есть можно задавать интервалы. Это в определенных видах спорта имеет значение. К сожалению, не силен в этом плане, хотя спортом занимаюсь, так что прям с интервальным секундомером нет, но тем не менее, кто-то, кому-то это, безусловно, очень даже понадобится. Кнопочка Start – это та кнопка, которая отвечает за соединение со смартфоном, то есть зажав ее на 2 секунды, происходит коннект и слив, соответственно, данных в приложение. Вот такой вышел релиз. Друзья, водозащита составляет 100 метров, то есть часы не боятся водных процедур, можно в рамках разумного заниматься водными видами спорта. Минеральное стекло покрывает циферблат и корпус сам полимерный. Общий вес – 35 грамм всего лишь. Вообще, я думаю, будет не ощущаться на изящных женских запястьях. Вот такой аксессуар вышел для милых дам. Пишите ваше мнение в комментариях, друзья, что вы думаете. Кто вдруг не подписан, подписывайтесь, ваши лайки ставьте. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok